Всем доброго дня, меня зовут Сергей. Я сегодня собрался сделать квас. Обыкновенный, деревенский домашний квас, но там куча способов. Я вам покажу самый простой, который есть, что нам потребуется. У меня тут кипченая вода уже прокипятила, большая кастрюля, стакан сахара. У меня здесь примерно где-то около 3, так где-то 4 литра, сказал бы я. И здесь литр медового солода. Что такое? Да очень просто. Это мед, разбавленный с водой. Дрожжи. Я специально обыкновенные пекарские дрожжи взял, не пивные, потому что мне нужен только вкус. Но если кому-то с алкоголем надо, это тоже не проблема. Берите чисто пивные дрожжи. Так, вот это булочки самые-то интересные. Точнее сказать, я из хлебного теста сделаю, чтобы мне остатки остались. Вот тут красиво смотрится. Потому что у нас в деревне обычно брали корочки от хлеба, деревенского настоящего хлеба. У меня бабушка так делала. Я нечто подобное сделал. Так, а тут у меня соль. Обыкновенная минеральная соль. Минеральная запомните, не та, которая сильно соленая, которая мало соленая. Это надо щепотку кидать примерно. Это, скажу так, у нас брали обычно колодезную воду, когда я в первой деревне жил, да. Там вот тоже количество минералов было высокое. И класс, само разумеется, хорошо. Хорошо вводил, хлеб хорошо подходил. Потом во второй деревне у нас там была собственная колонка. Так, тут где-то грамм, где-то так 200, где-то 300 примерно будет. Видите, готовить проще простого. Обычно, когда воду кипятят, да, сахар кидают, и вместе прокипятят. А можно вообще без сахара делать. Если, скажем, где диабет и все такое, да, хватит того, чтобы просто хлеб кинете. Отлично. Ну, а теперь самое главное, надо их запарить. Красиво смотрится, да? Я дрожжи почему взял, да я не совсем уверен, что они тут еще остались. Потому что они немножко дольше обычного кипели. Вы можете просто хлеба накрошивать, вот так вот взять, вот корки, да, покидать. Так, разлом, чтобы хорошо напитались. Все, наверное, кинем. Булочки у меня, кстати, из кисло-то теста. Как я ранее говорил, пробовал деревенский хлеб сделать, я с остатков булочек наделал. Так. Теперь просто даем запариться, чтобы немножко остыло, чтобы когда уже тут можно будет слегка браться, вену теплым, вот тогда вот можно будет и солод залить с дрожжами. Теперь пока, короче, вода в кастрюле потихоньку остывает, можно ледовый солод, как я ранее говорю, да, это просто вода с медом, пепченая. Я вот сухие дрожжи использую. Еще приблизительно минут 20-30 осталось до снижения температуры до приемлемой, чтобы можно было дрожжи залить. Как раз в это время хватит, чтобы эти дрожжи здесь ожили. Они уже потихоньку. Ну а теперь ждем. Ну вот, остыло, хорошо остыло даже. Тут видно, пенится само по себе, но она не так сильно бурно идет, потому что полтора литра воды, а там это дрожжи рассчитано только на пол-литра. Так что, теперь заливаем. И это, кстати, мешать не это не обязательно практически. Ну я помню, что бабушка у меня обычно заливала булочки или корки от хлеба. Теперь самое главное ждем. Завтра будет, завтра, послезавтра максимум это будет готов. Созрел, наконец. Квас есть, квас. Запах. Ну, хлеб у вас все равно так подымется. Так. Процедить взял. Крошки, если попадается, ничего страшного. Кастрюля слишком полная, да, чтобы переворачивать и лить ее. Пойдется так поделать. Если крошки попадаются, кстати, ничего страшного. Видите, он мутноватый. Ему, когда его процедишь, ему еще надо сутки постоять, да, где-то прямо на холодильнике. Он тогда прозрачно такой делается. Но уже съедобный. О, вот тут лучше набирать. Это вот, смотрите, видите цвет, да, это типичный квас на хлебе, который делают. Вот такой он должен быть, когда свежий, совсем свежий наливаешь. Когда постоит, ну, цвет немножко на прозрачный меняется, а вкус, вкус не забывали. Да? Да, да. Я смотрю, как ты делаешь. Детство вспоминает, как бабушка делала, да? У нас в деревне все делали. Кому, у кого, как получают. Самый распространенный, это бы вот. На... Хлеб на кислом тесте. Деревенский хлеб еще нажирает. О, пенится. Я обычно даю немножко отстояться. У меня бабушка так же самое делала. Что первое, что второе. Хорошо отстояться ему, когда его просто наберут. Для нетерпеливых, через марлю просто пропустили. Все. Мне хлеб лично не мешает. Вот с таким классом можно, знаете, много чего делать. И крошево, как оно, тюря называется, или окрошку. То, что можно сделать. Во. Тоже его хватит. Так, сейчас маленькая дегустация будет. Мы давно его не делали, но мы в Германии обычно это на лето, его всегда делаем, да? Один раз, два раза, так сказать, какая жара идет. Ну да. Я пробую. Вкусно или невкусно? Очень вкусный. Но ему еще надо это. Постоять? Еще, да. Минимум полдня еще постоять. В нормальной температуре потом подойдет. В принципе, детям, как сладкий напиток, можно уже подавать. То есть, уже готов. Но где-то еще у нас тут утро идет, ему еще полдня еще стоять. И будет как раз самый раз для взрослых уже. Это был наш канал. Желаю всего хорошего и до скорых встреч. Оставайтесь с нами.